МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу «Время говорить» главной темы этого выпуска. Отчет мэра в Рязанской городской думе сегодня с докладом выступил Виталий Артемов. За плати и спи спокойно завершается период подачи налоговых деклараций. Мотоцикл, скорость и правила движения как вещи несовместимые. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Сегодня издание «Коммерсант», ссылаясь на Всероссийский центр изучения общественного мнения, заявило, что большинство россиян считают депутатов Госдумы взяточниками и ворами, но при этом образованными профессионалами и хорошими ораторами. Образ депутата как взяточника, вора, жулика, казнокрада, мошенника возникает у каждого пятого из опрошенных, а о том, что депутат – избранник народа, вспоминают лишь 4% граждан. А каждый пятый и вовсе затрудняется сказать о депутате что-либо определенное. В оценках качеств депутат россияне четко разграничивают профессиональные и моральные стороны. С одной стороны, на первом месте его собственные интересы – 60%, оторванные от народа равнодушные к людям – 57%, беспринципные – 45%, безответственные – 42%. Эксперты отмечают, что отношение к депутатам такое же, как к элите в целом, но осложняется тем, что депутат принимает законы, а в силу закона общество не верит. Данные, конечно, не очень, но депутаты, по всей видимости, не очень-то, как выражается молодежь, загоняются по этому поводу. Причем самое-то главное, что депутатов практически никто не воспринимает как народных избранников. Хотя само слово «депутат» означает доверенное лицо, отправленное обществом для участия в обсуждении чего-либо. Далее небольшая зарисовка, снятая сегодня Оксаной Тебенихиной. Это даже, скорее, размышления на тему, кто есть кто сегодня в обществе с точки зрения денежных мешков и финансовых организаций. Теперь рязанские депутаты-предприниматели легко могут стать вип-клиентом Сбербанка. В нашем городе открылось отделение так называемого «Сбербанк-премиум». На сайте филиала так и указано. Оценить преимущества привилегированного банковского обслуживания. По каким критериям банк с непривычной для обывателя бордовой табличкой определяет своих клиентов? На этот вопрос нам ответила вежливая девушка, открывшая нам запертые для неизбранных двери. Вы что-то хотели обслужиться? Вы нашли клиент? В смысле? Это Сбербанк первый, не просто Сбербанк. Я поэтому хотела уточнить. Да? Вы нашли клиента или вы просто... Нет, я хотела бы кредит через Бер, просто смотрю, табличка какая-то странная. Странная, все понятно. Мы работаем с обычными гражданами, только с клиентами. А понимание клиента кто? 4 миллиона размещайте, вы наш клиент. Это как бы филиал Сбербанк. Вот здесь закрытая зона, поэтому у нас тут, то есть, здесь определенный круг людей, четкий. Ну, все, понятно. Спасибо. Так что, забогатите, Миллс. О, да, спасибо вам большое за совет. Мы с удовольствием это сделаем. Вообще, отвлекаясь от чисто банковских решений, становится как-то неприятно. Отовсюду только и слышно. Основа государства – народ. Главный налогоплательщик – народ. Критическое социальное неравенство – это уродливое явление. И тут же вам симпатичная девушка указывает на дверь. Не ВИП ты, нету у тебя миллионов. А стало быть, позвольте вам выйти вон. А человек, проработавший лет 50 у станка – не ВИП? А воин, избранный в горячей точке – не ВИП? А учитель, который, может быть, и учил в свое время начальников банкиров в школе – не ВИП? Нет, как-то это неправильно, даже оскорбительно. Не каждому дано ворочать миллионами. Не у всех есть доступ к бюджетным средствам, чтобы регулярно пополнять свои карманы. И от того, что банки вот так подчеркнуто делят людей на, так сказать, чистых и нечистых, не верится, что в нашем обществе, несмотря на заверения верховных властей, что-то изменится к лучшему. Сегодня на заседании Рязанской городской думы отчитывался мэр Виталий Артемов. Слушал городоначальника наш парламентский корреспондент Глеб Галушкин. Единственной темой нынешнего заседания Рязанской городской думы стал отчет мэра города Виталия Артемова. Городоначальник сообщил депутатам, что городской бюджет нынешнего года сохраняет социальную направленность. По-прежнему приоритетом является финансированный социальный спектр. На образование, культуру, спорт и социальную политику израсходов на 4 миллиарда 600 миллионов рублей, или 63%, что позволяет считать бюджет города Рязани в 2012 году социальный. В приоритете у городской администрации ремонт дворовых территорий. Мэр Рязани Виталий Артемов даже предложил депутатам объявить будущий год годом благоустройства. В рамках целевой программы ремонт дворовых территорий, но в квартирных домах выполнен ремонт 131 двора и 5 проездов к ним. Общая площадь ремонта составила 125 тысяч квадратных метров. На реализацию программы было выделено 145 миллионов рублей. Всего за 4 года в городе было отремонтировано 25% от общего количества дворовых территорий. Виталий Артемов пообещал за ближайшие 2 года за счет реконструкции обеспечить почти 900 дополнительных мест в детских садах Рязани. Также в планах постройка двух детсадов в Канищево и Кальном. Присутствующий на заседании Гордома губернатор Олег Ковалев призвал чиновников поторопиться с выполнением проектных работ. Коснулся мэра Рязани и вопросов экологии. Возобновление свалки опасных отходов на полигоне Химволокна он не допустит. Администрация занимает принципиальную позицию по данному вопросу. Мы категорически против возобновления деятельности полигона. Я обращаюсь к Рязанцам с просьбой объединиться в борьбе за экологию нашего города и высказать свое мнение в одном из общественных приемных, которые организовали организованные администрации. Особое внимание чиновников горадминистрации, по словам Артемова, будет уделено ремонту дорог в областном центре. Уже создан дорожный фонд, благодаря чему, по мнению городоначальника, удастся отремонтировать больше разбитых городских улиц. Кстати, весна вообще время отчетов. Кто перед кем должен отчитываться, вот что, конечно, важно. Однако не вызывает сомнений одно. Все должны подать сведения налоговикам. Они все видят, всех считают и всех найдут, если надо. В программе экспресс-интервью на тему налогов и скорейшей их уплаты. Алла Александровна, подходит к финишу срок сдачи декларации физическими лицами. Что нужно делать тем людям, кто еще не успел отчитаться? Действительно, осталось совсем немного времени для тех категорий налогоплательщиков, которые обязаны задекларировать свои доходы, полученные в 2012 году. В первую очередь, это те налогоплательщики, которые получили доходы от продажи имущества, находившегося в собственности менее трех лет. Квартиры, дома, гаражи, земельные участки, транспортные средства. Также в случае, если эти объекты имущества были получены в дар от лиц, не являющихся близкими родственниками. И еще один вариант, при котором обязательно надо задекларировать свои доходы, это при получении таковых от сдачи имущества в аренду или в наем. Но, кроме того, не все знают, что при продаже доли акций в уставном капитале организации, при получении выигрышей, также такая обязанность существует. И, кроме того, если физическое лицо получило в 2012 году доход, с которого не был удержан налог на доходы физических лиц, работодателем, налоговым агентом, то также это физическое лицо обязано сделать самостоятельно, задекларировать полученный доход в установленном законодательском порядке. Для этой категории граждан обязательно необходимо отчитаться не позднее 30 апреля. На другие темы продолжается Европейская неделя иммунизации. Напомним, она началась в этот понедельник и будет проходить до субботы. Проект продвигается по инициативе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. Это восьмая ежегодная кампания, и проводится она под лозунгом «Защитите свой мир, вакцинируйтесь». Агентство «Резонинфо» сообщило сегодня о почти состоявшейся дуэли двух разгневанных автомобилистов. Поспорили, достали один газовый, другой травматику, якобы был один выстрел в землю. Так что начались и у нас дорожные разборки по-московски. Агрессивный водитель с оружием – это, конечно, та еще проблема. Но гораздо более опасно, по мнению дорожных полицейских, массовые появления на дорогах мотоциклистов. Причем опасность от них исходит в отношении их самих же. За последние только пять дней произошло пять дорожных происшествий с участием двухколесного мототранспорта. Одно серьезное, в котором водитель мотоцикла погиб на месте дорожного происшествия, а пассажир этого мотоцикла оказался в больнице с серьезными телесными повреждениями. В последнее время у нас стало модно покупать мощные спортбайки. Однозначно утверждаем, что на дорогах города им не место, потому что нельзя такие мощные машины использовать в полном объеме. И тот пример, где получился летальный исход, водитель погиб, был именно такой мотоцикл. На сегодня все. Будьте осторожны на дорогах, уважайте друг друга и помните правила умудренных опытом водителей «Уступи дураку». Извините уже за народный фольклор. Завтра подведем итоги уходящей недели. А пока, хорошего вечера и до пятницы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok